Пришел черед. Политолог о согласованных ЕС новых о антироссийских санкциях. Радио. Спутник. Пришел черед. Политолог о согласованных ЕС новых о антироссийских санкциях. 16.26. РИА Новости. Владимир Сергеев. Флаги России и ЭС. РИА Новости. Владимир Сергеев. Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил источник. В эфире радио. Спутник. Политолог Владимир Шиповалов высказал мнение, что суть санкций ЕС продемонстрировать солидарную с США позицию. 21 февраля, 15-24 эксперт объяснил, почему ЕС не может сразу убрать санкции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России. Эксперт Павел Тарусин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Запад принимает санкции по инерции. И они становятся все более формальными. Постпредостран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. Формально они будут одобрены на следующей неделе, уточнил собеседник агентства. В феврале глава европейской дипломатии Федерика Магеррини заявила, что страны ЕС могут одобрить новые санкции против Москвы в ближайшее время. Кроме того, ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе планируют США. Ограничения могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны. Об этом говорится в тексте законопроекта о защите американской безопасности от агрессии Кремля. В Конгресс его внесли в феврале реакцинаторов. В эфире радио «Спутник» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповелов отметил, что обвинения Запада в адрес России абсурдны. Это действительно так, но это не волнует страны Запада, в том числе страны Евросоюза. Причины санкций не имеют никакого значения. Например, последние американские санкции были введены по совершенно другим причинам, не связанным с Украиной. Есть санкции, связанные с делом Скрипалей, с якобы вмешательством в американские выборы, с сирийской ситуацией. Налицо масштабная санкционная политика, которая является, по сути, инструментом оказания давления на Россию в условиях конфликта с Западом. При этом Евросоюз не является субъектом этого конфликта, но выступает в качестве младшего партнера США, сказал Владимир Шиповелов. По его мнению, санкции ЕС носят символический характер, они демонстрируют солидарную с США позицию. Керченский инцидент это лишь повод для санкций, которые вводятся с определенными интервалами. Сейчас пришел черед ввести новые, видимо, последовала команда из Вашингтона. Конечно, санкции носят абсолютно символический характер. Они не являются серьезным событием для российской экономики. В чем символизм этого события? В том, что Европа в очередной раз демонстрирует приверженность санкционной политике США, отметил политолог. 20 февраля, 18.05 политолог, новые санкции это вопрос выживания для европейских политиков Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против РФ, сообщил источник в Брюсселе. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио «Спутник» высказал мнение, что в ЕС пытаются сохранить красивое лицо. Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временную закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал случившиеся провокации и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые руководили операцией. 19 февраля, 11.2 эксперт назвал главную задачу российской экономики в условиях санкций Минэкономразвития оценила ущерб, который Россия понесла от ограничительных мер со стороны других стран. В эфире радио «Спутник». Полученные данные прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.